Варнемюнде Курортный городок на Балтийском море, в устье реки Варнов. Это всего в 9 километрах от Ростока. 10 минут на электричке и ты окунаешься в атмосферу расслабленности. Здесь люди отдыхают. Всюду сувенирные лавки, лотки с мороженым, рыбные ресторанчики и море. Оно рядом. Канал внутренней гавани. Тут причаливают яхты и прогулочные кораблики. Обязательное развлечение здесь. Неспешный променад вдоль канала. Шум гам толпы и запахи моря. Дорожка приводит к маяку на створе местной гавани. А это другой маяк. Береговой. 37 метров высотой. Начало августа тут самое теплое время. Городок переполнен туристами. Тем более, что прямо сейчас здесь проходит Гонзейская парусная регата или фестиваль гонзейских парусов, в котором принимают участие свыше 200 кораблей, парусников и пароходов. И на это представление съехались туристы со всей Европы. Уверен, в местных гостиницах вакансий нет. Мальчишки-курсанты с русского парусника в увольнении. Молодежь занимается пляжной акробатикой. А в морском театре все места заняты. Красочная пьеса «Корабли в лучах заката» в самом разгаре. Редактор субтитров А.Семкин Балтика летом вполне комфортное место, если солнце светит. Море достаточно теплое. Вода по ощущениям градуса 22-24 по Цельсию. Пляж здесь большой, около 3 километров длиной. И песок на нем чистый. Народ вовсю использует счастливую возможность позагорать и покупаться недалеко от дома, не тратя деньги на перелеты в жаркие страны. Варнеменде основан около 1200 года и первоначально был просто рыбацким поселком. Как популярный курорт он начал формироваться только в 19 веке. Сейчас численность населения составляет немногим более 8 тысяч человек. Без туристов, конечно. Если верить интернету, только на регату в этом году их приехало около миллиона. И при этом не все местные заняты их обслуживанием. Тут живут моряки. И каждый день отсюда выходят на рыбный промысел десятки шхун и баркасов. Правда, пойманную рыбу съедают все те же гости. А городок симпатичный, согласитесь. Вдоль причала, где швартуются крупные суда, мы гуляли в пасмурную погоду. Однако серое небо не умолило красоту и грацию огромных лайнеров-круизеров и представителей семейства самых больших в мире парусников. Российский барк Крузенштерн. Первое название – Падуя. Был построен и спущен на воду в Гамбурге в 1926 году. Под немецким флагом курсировал на линии Европа-Чили. В 1946 году перешел к Советскому Союзу в качестве репарации и получил свое нынешнее имя. Используется в учебных целях. Порт приписки – Калининград. Еще русский корабль. Учебный трехмачтовый фрегат «Мир». Порт приписки – Санкт-Петербург. Считается самым быстрым парусником в мире. Песчаная скульптура. Два основных строительных ингредиента – песок и вода. Для того, чтобы произведение простояло долго, очень важны их пропорции. Еще одна хитрость. Промытый пляжный песок быстро рассыплется. Хорошие скульптуры получаются из немного грязного, с примесями ила и глины, которые помогают связать песчинки вместе. В общем, сложное это дело. Инсталляция другого мастера. Он умудряется выстраивать пирамидки из обычных булыжников, без дополнительной обработки и всякого клея. И, как ни странно, его конструкции устойчивы. Субботний день, 8 августа, мы полностью посвятили Гонзейской регате. Все тот же канал, по набережной которого прогуливается народ. Он называется «Алтерсторм» – старое русло. Отсюда удобно наблюдать выход из бухты и открытое море, где с позаранку соревнуются участники регаты. А сейчас утро уже не раннее. Многие суда откатали свою программу и возвращаются в гавани. Зачетное зрелище! Мы сели на маленький прогулочный кораблик и готовимся к отплытию. Я буду работать! Продолжение следует... Обратите внимание, на палубах парусников и пароходиков полно народу. Это участники регаты подрабатывают в качестве экскурсоводов, предоставляя желающим возможность выйти за пределы акватории и полюбоваться прекрасным сочетанием моря, свежий воздух и паруса. Наша суденушка к открытой воде не приспособлена, мы прокатимся лишь по Ростокской гавани. Ну, хоть так. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Идем вверх по реке Варнов вдоль причала. Вот стоянка российского Крузенштерна. А это мы догнали суда, которые видели на створе гавани. У нашего кораблика вполне приличная скорость. Местный веселящий напиток был вкусным. А это тезка-напитка. Идет параллельным курсом. Подходим к центру Ростока. Вот где праздник, толпы народа и куча развлечений. Здесь мы причаливаем. Часть пассажиров сходит на берег. Их места занимают желающие отправиться в Варнемюнде водным путем. И чего-нибудь принять внутрь по дороге. Удобно же. Ловучий ресторан практически. Интересно, сколько пива выпивают люди во время регаты. Думаю, ну очень внушительное количество. Мы отправляемся в обратный путь. Теперь вниз по течению реки. На левом ее берегу яхт-клубы. Стоят такие лодочки недешево. Но, видите, любителей парусного спорта, не жалеющих денег ради своего хобби, в Германии достаточно. Фарватер перегружен. Попутных и встречных судов много. А у нас прекрасная возможность разглядеть разнообразнейших покорителей водных просторов во всех подробностях. Редкая удача! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Проходим терминал, где паркуются финские паромы ледового класса. Еще один крупный парусник, четырехмачтовый. А из этого терминала уходят паромы в Данию и Швецию. И еще парусники. Стоянка российских кораблей. Рядом с Крузенштерном еще один русский барк, Седов. Тоже был построен в Германии в 1921 году и передан СССР после войны по репарации. Мир готовится причалить. День подходит к концу. Скоро и мы закончим свою экскурсию в гавани Варнемюнде. А тут праздник. В рамках Гонзейской регаты проходит музыкальный фестиваль. Сюда съезжаются рок-группы со всей Германии. Возле башни берегового маяка одна из концертных площадок. Самое время нам послушать музыку, поглазеть на курортный лют, немного отдохнуть и расслабиться. Наша поездка близится к завершению. Скоро домой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА